Федря, то есть у него фамилия какая-то такая непонятная, и он сумел наладить контакт с приядинцами, и они довольно ему хорошую информацию дали, то есть на сегодня, можно сказать, это самый для нас истинный контактер, который вот там, я два ролика поместил, во втором ролике половина ролика, где он говорит о Боге, об устройстве члендера, то там как раз идет на 90% листинная информация, которая круче, чем то, что узнала Ириноча Кунов. То есть у нас на сегодня три контактера, Кадзорова, которая заведет в общую информацию, и она дошла до того, что начала уже буквально давать абсолютную ложь людей заставлять делать прививки, это вообще в ужас, вести христианству активную, давая вот эти контакты с Иисусом Христом, делая, буквально внедряя христианство, прививки, и вообще вот это все ложное, духовное. Поэтому мы Ирину Кадзорова задвинули, как-то уже ручительно, уже контактировали. Ирина Кадзорова у нас на 50% такая, как бы ценится, что она продолжает вести людей в четвертую плотность, но приведет она их туда или нет, будет ясно в декабре этого года. Если что-то произойдет, где-то переменную, и мы почувствуем, что мы перейти в четвертую плотность, тогда действительно Ирина Кадзорова, брокс-пенитца, и ее нумерология, наверное, начнет активно продвигаться. Я уже говорил, что кому интересно эта нумерология, пожалуйста, вот, постигать, у нее уже книжка вышла про эту нумерологию, как с помощью цифр управлять реальностью, ну, с того, что интересует, ну, вот, их купить и начать это дело постигать, потому что до декабря осталось уже немного времени, а там премудрость натикает простая. То есть за каждой цифрой есть какое-то значение, и чтобы все это дело понимать, надо довести это как бы до стоматизма. Потому что цифр кругом полно, все вот эти номера документов, в датах рождения, везде, они все имеют именно такое тайное значение, которое надо видеть, и каждый цифр в месяц конкретирует. Если что-то в жизни не нравится, то можно либо фамилию поменять, либо там еще что-то поменять, адрес, и таким образом, как бы, можно менять реальность. Сверстие плотности. Может, такие вот манипуляции будут доступны. Ну, ну, этим фильм, то есть столик, этим фильмом, мне кажется, он просто смотрит, что имеется, и, ну, что это ведет. Ну и когда душа вышла из тела, то появляется третий уровень, это три канадской души, то есть мы начинаем душу тоже растворять, соединять с Богом, ну, через город, через ускорение, через повышение вибрации души. И когда душа достигает предельной скорости, она как раз развивается к Богу, происходит вот эта канадская души. Стояние, растворение, ты становишься Богом, у тебя появляется прямогущество, и вот в том состоянии может хоть что-то творить, хоть целый вселенный создать. И вот наше определение с матки, оно как бы простое, вот это некое влияние, исчезновение. Но оно либо временное, когда ты лежа медитируешь, либо оно может быть постоянным, когда ты вот именно пришел с незвольственным, и постоянно видишь кругом Бога и живешь постоянно с этим пониманием. Но оно тоже как бы не совсем постоянно способно легко возвращаться в эгоизм, потому что современная жизнь того требуется. Во-первых, ведь мы жили в Золотом веке, и все были единомышленными, тогда у нас уже возврат в эгоизме уже не нужен. Все бы кругом видели Богу, никаких конфликтов уже не было бы, все бы жили в любви, в радости, в счастье, в детском состоянии. Ну и тут, чтобы посмотреть, что говорят про семашки людей, я нашел на нем такой сайт, называется журнал «Будь светом». Причем последние буквы Ом, они большие. Ом, они наверняка повторяют, тоже я называю гибелизм, когда люди сидят там и повторяют это ом, ом или аум. Мы сейчас, короче, как коровы, ну, Толик сам этим занимался, то есть мы буквально ходили в такие кружки, можно сказать, где люди собирались и повторяли этот ом, и думали, что это к чему-то приведет. Ну, это, конечно, сейчас наша позиция выглядит как, ну, такой развод и глобальное заблуждение, когда люди заминаются, сами не понимают цены, думают, что это нужно, ну, там, повысит вибрации, приведет к какому-то процеплению, что это все лучше, все работает на счет большой рекламы, которая, опять же, для людей, и в Индии, когда она полная страна, мы ее называем, как страна, куда идет вся духовная ложь, именно ложь, вся она уже тут, восток, Индия, Питая, Япония и другие страны. Вот они тут в этом журнале, значит, про эту саматушу говорят такими словами. Это восстановление потерянного равновесия. Равновесия тут вообще никак не стыд, в таком томатке. Саматки – это начало и конец. Тоже фразы абсолютно ни о чем. Какое начало? Только не глупости абсолютно. Саматки – это сверхи рождения. Тоже совершенно в потолках взяты слова и примазанные саматки. Вот такие громкие, красивые слова говорят только лишь для привлечения разных бедилов, которые кто-то ищут, сами не понимают, чего они ищут. Но вот они увидели такую фразу «Саматки» по рождению. Она прямо векла, и они туда пришли. Плачут большие деньги, и думаем, что их учитель ученит. «Саматки» – это финальная точка. «Саматки» – это не финальная точка, это сама бесконечная. То есть у них то явно понятно, уже сами они сознают, что это финальная точка. Когда они еще не дошли до бесконечности, они уже поставили национальную точку. Ещё не дошли до бесконечности, поэтому позвонили за этой точкой до бесконечности. «Саматки» – это тотальная сдача нольных рекордов, который является индивидуальным куста, это Океан и Океан. Это «Я». Тут уже смежусь, что в кистие куста является с Богом, но не с Океаном, а с Океаном, а с Океаном. Вот это, если с Богом, я бы никогда не назвал «Быкем Океаном, Океаном». Правильнее сказать Бог, это «Океан», «Быкем Океаном». Ну, то есть, у меня как бы бои, оценивление всех этих «саматки», «блогры» и прочее. Я вижу, когда другие люди говорят об этом, совершенно, как же отклонение, неправильное выражение. и тут они определили, что такое «саматки», «саматка», «саматка», «саматка». Ну, как бы, состояние сознания, в котором человек «сокоит», как бы «сокоит», «сокоит». То есть, как бы «сокоит». «сокоит», «сокоит». «сокоит». якобы ни одна мысль не попадает в поле ума человека, то есть спокойствие у них всегда это отсутствие мыслей. Мы же говорим, что спокойствие это не отсутствие мыслей, это убеждённость человека в какой-то истины, вот это даёт спокойствие. А отсутствие мыслей для нас это, ну как бы, нет такого вообще никогда. То есть если человек достигает отсутствие мыслей, то это временное состояние. Ум так устроен, что он не может жить без мыслей. Если человек без мыслей, его хотя бы 5 минут, он уже превращается в чувства, в дурака, в билу. Это состояние, типа, уснул. Нормальное профессиональное состояние – это когда ум становился на том что понимании, на том что знании, убеждении. Например, ты видишь везде Бога. И вот это состояние, ну, ведёт к отсутствие мыслей. Но это естественное без мыслей. Когда же люди искусственно выливают это без мыслей, там, концентрацией на разных ощущениях, на дыхании, на чём-нибудь. Что это искусственное без мыслей, это, ну, это временное, и оно ничего не даёт. Не даёт ни знаний, ни мудрости, ничего, ни бунжерства. Это искусственное погружение в дебилизм. Вот что ты сейчас сказал. Ну, и тут человек в этом журнале, якобы, описывает автоматически устами тех, кто застик. То есть, якобы, актор этого журнала, чего-то там застик. И он тут впитает свой опыт. Ну, ссылку я дам, кому интересно, могут почитать, как все эти официальные автоматы. Я тут поверхностно так пройдусь в порядке. Ну, и тут товарищ описывает, что он, будь то был в этом автоматике, достигал некого ясного цвета, растворял в свете, получал какое-то абсолютное блаженство, проходил опыт какого-то рождения, что-то родилось. Был в каком-то бескрайнем световом потоке. Руки, безусловно, любви. Якобы, уходить оттуда не хочется. Либо, чтобы погружался он еще и в абсолютную пустоту, где растворяется ум. Ну, то есть, вот люди обычно так вот стандартно и описывают эти автоматки, когда они либо в какой-то свет погружились, либо в пустоту. И там, якобы, мыслей нету. Одна только любовь. И вот, якобы, это и есть стих. До сих пор уже блаженство, которое они достигают в медитации, сидя. Ну, и Толик их, конечно, критикует за то, что они ничего не достигают. Это чисто воображаемое состояние. Как вот обычно во время медитации, которое в эртогенной тренировке гипнотизер, значит, говорит, вы на берегу океана, вы загораете на песочке, вам хорошо, кругом птички поют, значит, волны шумят. И когда человек погружается в этот полусон, начинает воображать, то также можно ему сказать, что вы погружаетесь в абсолютную пустоту. И человек может легко вообразить в другом пустоту или там поток света. И также можно легко представить, вообразить поток света. А потом начинают рассказывать, о, я был в состоянии самадки. Ну, это все, как бы, такие промежуточные состояния. Если оно не двойственное состояние, то мы называем, что это действительно самадки, но промежуточные. Конечные самадки – это растворение души, когда душа сливается с Бога. И когда Толик говорит просто слово «самадки», то он имеет в виду всегда самадки души. Когда же мы говорим просто о просветлении, то это обычно самадки ума. Когда же говорим про аутогенную тренировку или медитацию лежа, то там бывают и другие виды самадки, которые мы проходим для того, чтобы душа растворилась в Боге. Ну, и тут известный на весь мир Патанджали в своей Евгусутре еще там тысячи лет назад описал разные виды самадки. И, естественно, все они называются санскритскими словами. И вот как раз в этом журнале тут и глава одна посвящена вот этим всем словечкам. Ну, и Толик тут их все, конечно, выписал, разобрался в них. И, в принципе, тут ничего интересного в этом нету, но мы, конечно, сейчас это все обсудим. То есть, в целом, значит, у них самадхи делятся на две основные части. Это Савикальп Асамадхи и Нирвикальп Асамадхи. Значит, Савикальп Асамадхи, то есть, если впереди две буквы С, А, СА, то есть, это как ассоциируется с некой рассеянностью ума, то есть, отвлечением. Вся суть их медитации сидячей, то есть, тут только сидячая медитация говорится. Вся суть этой медитации – это концентрация. То есть, ты должен в этой сидячей медитации свой ум так сильно концентрировать на чем-то, неважно, на чем-то, концентрировать на объектах, на субъектах, на понятиях. На словах, на образах, на чем угодно. Так вот, если концентрация сильная, то это Нирвикальп Асамадхи или Нирвикальп Асамадхи. А если слабая концентрация и ум отвлекается от этого, то представьте СА. Поэтому у них и Савикальп Асамадхи плохая медитация с отвлечениями. А Нирвикальп Асамадхи – это хорошая, это серьезная концентрация. Потому что это именно Нирвикальп Асамадхи высокого качества. Вот эта Савикальпа, она делится на такие части. Витарка, Витчара, Ананда, Асмита. Вот такие четыре части у Савикальп Асамадхи. И вот эти две первые они также делятся. Витарка и Витадх Асамадхиде. Есть Савитарка и Нирвитарка. Савитарка – это плохая Витадх, а Нирвитарка – это хорошая Витадх. Витадх, uncomfortable. Витадх, что раз с очень так же. Витца Витчара, плохая Витчара, нир Витчара, хорошая Витчара. И уже здесь мы видим 9 отдельных названий, которые идут по возрастанию этой концентрации. И вот эта нир Викаль по-саматски ниже, там, наверное, на сайте Мир Адвайсы, значит, ниже мы еще это дело тоже рассмотрим более подробно. Тут же в этом журнале описаны еще разные деятели, которые говорят по-саматски. Я активно демонстрирую свою сверху особенностью в каком-то прозрачном натваре населении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и вот он занимает и 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 сейчас и и и и и и и и Я думаю, что это неправильно, все эти красивые слова. Сначала и конец всего. Сама вся эта наука о внутреннем мире, ну и так далее. Кому интересно, может поподробнее прочитать. Все тексты пилота Бабы я читал, там никакой мудрости, никаких знаний я там не видел. Тут еще один Баба, байк Баба, тоже про саматский говорит, что это, мол, наркотик, укололся и тебе хорошо. И он тут даже критикует этот саматский, мол, зачем вам этот саматский? Вы в него уйдете и что вас скажут люди? О, девочка была в саматский, а что дальше? Если вы не будете делать что-либо для людей, вы не реализуетесь. Безусловно, вы можете каждый день уходить в саматский, но тогда вы там, вы не можете помогать людям здесь. Саматхи – это эгоистично. То есть, с одной стороны, он тут критикует этот саматский, мол, это наркотик. Только одному человеку хорошо, остальным – плохо. И призываю, верьте в Бога и делайте людям добро, мало вы не занимаетесь, не пути его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok